Вот наглядно видно, как капает вода и поливает ваши вазоны. Они остаются дома одни, им скучно, нас нет, полива нет. Что же делать? Мы возвращаемся домой и хотим видеть их очень красивыми и зелеными. И в сегодняшнем видео мы вместе с вами об этом и поговорим. Поговорим об основных пунктах, что нужно сделать, чтобы наши красавцы остались зелеными и красивыми. Первое. Обеспечить им полив. Куда же без полива? Нас нет, никто поливать их не будет. Они поблекнут и погибнут. Второе. Нужно обеспечить им подкормку. И в-третьих расположить их в нужное место, чтобы они остались красивыми. Итак, начинаем. Чтобы обеспечить своевременный и нужный полив нашим растениям, используем вот такую простую капельную систему для полива растений. Она состоит из вот такого насоса, трех кнопочек, а также состоит из шланга 10 метров, из фильтра и вот таких фитингов, а также из капельниц. Можно поливать 10 комнатных растений. Сегодня я покажу, как это работает. Сам насос крепится к любой посуде, у меня в данном случае ведро, с помощью клипсы. Насос таймер состоит из трех кнопочек. Центральная кнопка это включение-выключение. Левая кнопочка это секундомер. От 0 до 99 это сколько будет поливаться ваше растение. И справа кнопочка это если дробные числа, значит через какое время, через сколько часов будет поливаться ваше растение. А если целые числа, то, например, через 4 дня, если четверочка, через 5 дней. Это зависит от надобности полива ваших вазонов. Вы знаете, какие растения вы поставите на полив и сколько влаги им потребуется. Сейчас я вам покажу, как насос работает в ручном режиме. Посмотрите, вода продвигается по шланге прямо к растениям. И капельный полив, вот наглядно видно, как капает вода прямо к корням растений. Удобно, легко, а главное, без вашего вмешательства. Когда вас нет дома, ваши вазончики всегда будут политы. Вот наглядно видно, как капает вода и поливает ваши вазоны. Вот такая простая в использовании поливная система у меня есть. Я очень довольна, давно пользуюсь. Мои питомцы всегда зеленые и красивые. Ее преимущество, она легкая в сборке, легкая в использовании и самое главное дешевая. Советую купить вот такую систему. Вы еще и благодарны мне будете. Если хотите приобрести такую поливную капельную систему, ссылки в описании внизу под видео. Если вы собрались в отпуск, вы должны помнить, что расположить растения нужно по теневыносливости. Тенелюбивые растения на задний план, солнцелюбивые на передний план. И те растения, которые, вот посмотрите, как у меня горшок большой, вы располагаете его поближе к насосу, так как ему нужно больше влаги. Те растения, которые находятся в горшках поменьше, их нужно расположить подальше, чтобы не залить, чтобы не перелить и корень не загнил. Это нужно помнить. И еще важно знать, что последнюю подкормку вашим питомцам нужно внести за 2 недели перед отъездом. Все засохшие листья, которые есть на ваших растениях, нужно убрать. Бутоны или увядшие цветки нужно срезать и обеспечить вашим питомцам ту комнату, в которой нет сквозняков, для того, чтобы они остались здоровыми и зелеными до вашего приезда. В сегодняшнем видео я вам рассказала и показала наочно, как можно позаботиться о ваших зеленых питомцах в период вашего отсутствия, чтобы они этого не заметили. Чтобы к вашему приезду они остались зелеными и красивыми. Это касается тех людей, которые очень заняты на работе и порой забывают о поливе вазонов. Если это видео оказалось вам нужным, интересным и полезным, ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч и до новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok